25 мая 2024 год. Самое важное, что я забыл сказать по поводу прилета по эпицентру, ну вернее в связи с этим. Дело в том, что народ... Путин заговорил о перемирии, да? То есть сначала Ройтер сказал, что там по сведениям источников 5 грамм из Кремля, что хочет перемирия. Так или иначе Цепсо это не Цепсо. Потом уже сам Путин сказал, вот это в Минске, там вместе с Лукашенко, когда он был, что возвращаться к переговорам и так далее. Я просто, блин, не сообразил сразу. Уже давно известно, ребятки, просто когда Россия начинает говорить о мире, то есть когда ей зажали яйца в тисках уже, понимаете, она начинает говорить о мире, но для того, чтобы как бы соглашалась противоборствующая сторона на эти переговоры, они постоянно так действуют, вы можете это проверить. Они начинают больше обстреливать, больше бомбить, больше там в атаку идти вот это вот на Харьков. Да, как они пошли тоже, кстати, объясняют во многом, что они туда рыпнулись. Ну ничего у них не получилось, но в принципе, то есть понимаете, правда, как только вы слышите, что Россия на таком уровне, там, как этот Путин заговаривает о перемирии, знайте, что они всегда стараются подстегнуть своего оппонента визави к тому, чтобы он пошел на эти переговоры усилением бомбежек, усилением терактов, усилением, то есть, ну, у них это в голове так работает, что мы, ну, я понимаю, и вы, наверное, как украинцы понимаете, что нас такие события просто в ярость приводят и хотят, и возникает желание еще большее, там, вообще, аккаунт сейчас уже пишут, что удалят аккаунт к дьяволам, не буду говорить даже, то есть, но Россия почему-то считает так, это проверено везде, на Чечне, там, на этом самом, просто, что-то я, когда про Reuters еще когда сказал, и кто-то говорит, цепсо, цепсо, какая разница, цепсо, не цепсо, раз они цепсо свое сбрасывают такое, что они, там, готовы к переговорам, к заморожке, там, по каким-то этим самым, они каждый раз, то есть, в этот момент гражданским вам, да и военным тоже, надо быть особенно осторожными, потому что именно в этот момент они активизируются, они последние свои усилия, блин, вбрасывают в то, чтобы показать, что они какие-то непобедимы, и что они все могут и захватывать, и так далее, хотя это уже, ребята, им кобзда, ну, серьезно, вот вы, я думаю, что в этом году мы их дожмем, дай бог, чтобы, конечно, нам все-таки Запад, спасибо ему большое, что помогает нам, выдал то вооружение, которое уже есть договор, и Ф-16 главное, и нормальную к ним оснастку, конечно, так, кабами, против каба мы просто, вот мы месяцами под этими кабами, там, и ты, ну, нету противоядила пока, ну, кроме патриотов, ну, патриотов, ты кабы, что такое кабы, копеечная бомба, на нее кабов этих, не, Ф-16, блин, как их, не напасешься на нее патриотов, они дорого очень стоят патриотов, вот, если Ф-16 придут с хорошими ракетами, воздух-воздух, то можно будет носителей этих кабов сбивать еще, там, над Российской Федерацией, я надеюсь, что снимут все-таки это проклятое ограничение, что нельзя нам бить по Российской Федерации, уже я вижу, что и разговаривают и с Блинкином по этому поводу, и Блинкин уже вроде говорит, что надо снимать, я надеюсь, это будет скоро решено, вы поняли мою идею основную, как только, это не только на этот раз, каждый раз, это же как, ну, каждый раз, где бы вы в какой стране ни находились, если Россия начинает говорить о перемирии на поле боя с вами, понимайте, что сейчас она будет активизироваться, она будет бомбить ваших гражданских, поджимать дома, там, ну, постарается сделать вашу жизнь максимально невыносимой, рассчитывая на то, что гражданские сдадутся и скажут, давайте, давайте уже хоть как-нибудь, хоть что-нибудь, ну, чтобы мы уже замирились, чтобы не было этого ужаса, понятно? Учтите, все будет Украина, мы, не с кем нам будет переговариваться, мы их, блин...